В понедельник вечер Сегодня вместе с нами глава Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, депутат палаты представителя Геннадий Пальчик, а также первый проректор британской бизнес-школы «Магна-карта Оксфорд» Вадим Титов. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня, например, есть маленький опыт на Сардинии. У нас есть туризм, это большой для нас отрасль экономики. Например, есть у нас самая огромная гостиница мировой уровень, которая организовывает свой бизнес-школу гостиницы, где люди платят, готовы платить. Поэтому для этого комплекса это директура бизнеса. Самые лучшие остаются у них. Пусть другие поедут на другое место работать. Потому что это образование дает возможность работать везде. Поэтому это образование не только инвестиции, а даже дает прибыль. А кто содержит эту... Это даже... Бизнес или школы? Или государство? Это частный бизнес. Я как раз представитель этого гостиничного комплекса. Фундаментальное образование, к которому добавлены практические навыки, исключает проблему первого рабочего места. Ведь не секрет, что когда студент хочет прийти на работу, у него спрашивает и тот же бизнес, государственные предприятия. Какой опыт у тебя работы? А опыта зачастую нет. Николай Степанович, пожалуйста. Профориентация. Это банальное слово. Еще в советское время это не значит только кабинет профориентации создавать, как это было в советской школе. А это должно быть построено совершенно по-другому, чтобы будущий студент вуза конкретно знал, где он... Где он начинает? Все-таки надо со школы. Да. А дальше, безусловно, он выбирает. И вы знаете, те, кто у нас на ЦТ получает высокие результаты, как правило, они не меняют. Вот те, которые в диапазоне 40-60, они ждут, где они пройдут. Неважно, аграрный, медицинский или прочее. А вот верхняя часть, она целенаправлена. Спасибо, Николай Степанович. Да, пожалуйста, можно. Я возвращаюсь к миллиарду. Может быть, желательно побольше, но если посмотреть его распределение... То есть миллиарда мало будет, да? Да. То есть, с моей точки зрения, здесь должно быть симметричное участие государства и бизнеса. То есть, пропорционально мы строим некую такую пирамиду. Если государственные деньги, то основная часть из этого должна уходить в школу и немножко меньше в вуз, меньшая доля на инкубаторы. А у бизнеса с точностью наоборот. И вот тогда, я думаю, будет совместный интерес и будет баланс между и фундаментальностью, и прикладной составляющей. Николай Николаевич. Я вложил бы миллиард сегодня в переподготовку и аттестацию наших преподавателей. Отнесу на примере. Сейчас, почему я об этом говорю. Сегодня мы все знаем, страна экспортоориентированная. 60% продукции уходит на внешние рынки. Мы нуждаемся в инвесторах внешних. Любой входящий инвестор для нас требует финансовой отчетности по международным стандартам. Так я могу сказать сегодня со стопроцентной уверенностью, что сегодня, к сожалению, приезжают преподаватели из-за рубежа аттестовывать людей, наших бухгалтеров, которые самостоятельно учатся. Едут за рубеж сдавать экзамены за свои деньги и получают аттестаты ассоциации ACCI. Правильно? Штаб-корсера в Лондоне находится. Работает ассоциация, выдает сертификаты, признанные в 170 странах мира. Но, к сожалению, наши вузы, кто готовит бухгалтеров, не подключились к этой работе. Потому что, на мой взгляд, причина основная. Выдуждены обращаться к специалистам зарубежным, потому что сами наши преподаватели не аттестованы по этим методикам. И без подготовки кадров бухгалтеров по международным стандартам финансовой отчетности приход инвесторов, к сожалению, в страну затруднен. Знаете, я подумал, что мы так много экспертных мнений сегодня услышали, они послушали самих студентов, которые сегодня получают образование, и которые, я уверен, современные студенты, они четко знают, куда они бы дальше хотели пойти. У нас есть член сайта по качеству образования студентка Бгуира Вероника Хомич. Вероника, вот что бы вы сказали нам? На самом деле, я бы хотела немножко поднять вопрос, который затрагивался о практике. Поскольку у нас уже начинается с третьего, с четвертого курса, преподаватели спрашивают, работаете ли вы, работаете ли вы по специальности или в принципе. Заходя на сайт, мы смотрим кандидату требования, которые он должен необходимые знания иметь, и, соответственно, опыт работы. Один, три, пять лет. Вот, соответственно, у меня вопрос. Откуда у студента появляется опыт работы, когда он просто хочет пойти, получить навыки, и в какую организацию сможет получить эти навыки? Хороший вопрос. Кто нам ответит на него здесь? Ответ на вопрос. Прийти в учебное заведение, на предприятие, которое нравится на практику, и после этого, сто процентов, если этот студент достоин, его возьмут. Но, иногда же студенческие годы хочется провести немножко по-другому. А за рубежом как, вот в данном случае? Там тоже учатся студенты? Эта проблема решается таким образом. Студент вообще заинтересован получить работу. Вторая ситуация. Есть специально создаются учебные фирмы. Учебная туристическая фирма, учебная бухгалтерская фирма. А кто создает это? Это создает учебное заведение совместно с будущими работодателями. Кстати, Центр международных связей уже несколько лет предлагает учебным заведениям создавать такие учебные фирмы. Вообще, в мире называется это социальное партнерство между государством, обществом, учебным заведением, системой образования, работодателями и, конечно же, самим молодым человеком. Спасибо большое. Что такое хорошая работа для выпускника? Это хорошая зарплата, прежде всего? Или это хорошая возможность стать настоящим профессионалом и специалистом? Мы все разные. Давайте помнить об этом. И поэтому очень многие наши студенты, работающие на четвертом-пятом курсе, находят свое первое рабочее место как будущую хорошую работу. Спасибо большое. Но не бесплатно, как правило, здесь. Им за это немножко платье. И все равно не могу никак перебороть и перебить преподавателя. Давайте еще со стороны посмотрим на этот вопрос. Для кого-нибудь секретно про это не надо забывать, что к нам едут иностранные студенты, получают у нас образование. Это тоже о многом говорит, и, может быть, тот фундамент, на котором нужно надстраивать, для того, чтобы заново не придумать какую-то новую систему. Я бы хотел опросить наших международных иностранных студентов, потому что Китай, Турция, Вьетнам, Корея, я просто боюсь, всех не назову сегодня. Для чего вы ехали именно в Беларусь получать высшее образование? Что было решающим критерием? Качество, если по-честному, или более низкая стоимость по отношению к европейским вузам? Мне кажется, что белорусское образование очень качественное и эффективное. Оно ценится у нас в Китае. И, понимаете, для нас русский язык это очень срочно считается выучить. Потому что, да, это совсем разный язык, но благодаря интенсивным занятиям и преподавателям, занимающим свое дело, здесь много достичь высоких результатов. Я бы хотелось подвести итог нашей программы. И мы говорили сегодня о бизнесе и образовании. Вот как раз рядом так получилось сегодня и образование, и бизнес. Вот мы не спросили у вас, Александр Розич, на что бы вы миллиард потратили? Я бы тут поддержал Михаила Михайловича. Я понял его, что и мы едины, как мне кажется, в этом. Надо модернизировать профессорско-преподавательский состав. С одной стороны, с точки зрения их квалификации, близости к бизнесу, пониманию проблем. С другой стороны, мы должны этим миллиардам или символическим миллиардам обязательно помочь мотивации этих людей. Сергей Александрович, что скажете вы? У нас действительно есть серьезные достижения в образовании, в высшем образовании в частности. Сегодня вопрос стоит в том, чтобы повысить его конкурентоспособность. Ибо конкурентоспособность экономики в значительной степени определяется сегодня конкурентоспособностью образования, высшего образования в частности. Я думаю, что если мы сможем улучшить взаимодействие наших университетов с нашим производством, с бизнесом, это обязательно произойдет. Принципиально важно нам по двум направлениям улучшить это взаимодействие. По направлениям экономики, где серьезный экспортный потенциал есть. И второе направление в целом в сфере экономики и бизнеса. Подготовка специалистов мирового уровня, способных заниматься экспортом нашей продукции. Я так думаю, что если бы этот миллиард мы отдали на создание стартап-компании, где бы осуществили практикоориентированную подготовку по нескольким направлениям, ну скажем, машиностроение, фармацея и экономика международная, то это было бы наиболее правильно. Ибо в этой стартап-компании мы бы готовили специалистов, которые были бы востребованы в мире. Востребованы даже больше, чем наша продукция. Ну что ж, спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Просто хотелось бы отметить, что очень радует то, что у нас вот все идеи и предложения, которые прозвучали, в принципе, есть к чему приложить. Мощная, фундаментальная база. Но с другой стороны, это совершенно очевидно, что в этой длинной образовательно-производственной цепи у нас не все и не всегда понимают конечный результат. И вот нужно наверняка развивать вот эти внутренние и внешние связи, отношения внутри государства и за рубежом для того, чтобы, а, все-таки соответствовать мировым стандартам и не стоять в стороне, а, б, чтобы все-таки из института, из университета на первое рабочее место приходил профессионал. Спасибо всем за ваше мнение. На сегодня все. Это был ТОП-шоу-форум. До встречи через неделю. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.